Всем привет! Меня зовут Саша, вы смотрите канал Amelie Life. Сегодня я решила записать еще один выпуск своего дневника о беременности. Дальненько, кстати, я ничего не записывалась. Сейчас у меня уже 31 неделя беременности. Как видите, я сегодня в таком тематическом костюме, можно сказать, не одна. Так что за вами сегодня наблюдают. И хочу сказать, что, кстати, такая маечка очень отлично подходит. Если у вас в семье есть уже один ребенок, эта маечка помогает наглядно объяснить и рассказать, что в животике у вас находится еще один малыш. На самом деле я в этой кофте поехала к своей сестре, и моя двухлетняя племяшка очень была заинтересована. Она просто, знаете, приносила телефон сотовый, в котором установлено приложение Томас, знаете, котик. И вот она прям показывала этому малышу на майке, там что-то рассказывала, лепетала. В общем, это было очень мило. Я жалею, что не сняла это на камеру, но реально это трогательно. Ну так вот, перейдем к моему сроку. Сейчас 31 неделя беременности, и я уже вот неделю нахожусь в декретном отпуске. Женская консультация мне уже все оформили, то есть мне выдали больничный, выдали справку о ранней постановке на учет по беременности и выдали родовой сертификат. Теперь у меня полный комплект документов, которые я собрала с собой в роддом. Чувствую я себя замечательно. Я постоянно ношу бандаж, чтобы сильно матка не оттягивала животик, а также чтобы поберечь свою спину. Я считаю, что можно потерпеть немножко, и не такой уж и большой дискомфорт вызывает бандаж, особенно если он у вас настроен правильно по фигуре. Очень даже быстро к нему привыкаешь, и в течение дня его даже уже перестаешь замечать, если вы его постоянно носите. Что касается также самочувствия, немножко я могу сейчас говорить хриплым голосом, поскольку у меня немножко, так скажем, появился кашель, и я не знаю, связано ли это с тем, что я немножко приболела, или, может быть, это особенности организма беременной женщины. Итак, я нахожусь сейчас дома, и я сегодня не случайно выбрала этот фон. Как вы видите, у нас уже появился пеленальный комодик. Это первая мебель нашего малыша, поскольку я поняла, что у нас недостаточно места, куда мы могли бы положить детские вещи. Я вам в этом видео обязательно покажу, что я примерно наметила, куда ложить. Ну, конечно, я еще ничего особо не укладывала. Сейчас я занимаюсь постирушками, поскольку я уже купила кое-что из одежды для ребенка, и также нам очень много родственники поддавали в наследство. В общем, я все перебрала, сейчас я все перестирываю, и уже буду раскладывать по ящичкам для того, чтобы, когда малыш появился на свет, и мы вернулись из роддома, уже я знала, где что лежит, и мой муж также мог спокойно там ориентироваться, в этих ящиках. Вот пеленальный комодик, который хочу вам показать поближе. Сейчас поделюсь своими мыслями, что я планирую там хранить, поскольку здесь вот эта крышка, она раскладывается и, получается, закрывает доступ к вот этим полкам. В них я... Да, там коляска стоит упакованная, так что не пугайтесь. В эти полки верхние я положу предметы, которые буду использовать редко. Я еще обдумываю, что это будет. Дальше следующая полочка у меня здесь я буду хранить после ванной. Все принадлежности, которые могут понадобиться, то есть пеленки, планирую подгузники сюда положить, полотенце после ванной и, возможно, что-то для обработки сынишки после ванной или даже, может быть, аптечку. Следующий шкафчик у меня будет с одеждой. Я уже здесь начала распределиться, такой органайзер приобрела, где бы вы думали, в Avon. Да, хороший оказался органайзер, мне очень нравится, опять-таки, моего любимого сейчас фаворита в цвете беж. Вот, пока стала распределять туда уже постельные вещи, носочки, всякие трусишки. Здесь из Ikea разделители хофта я использую, здесь планирую положить будики, кофточки и штанишки, слепить и комбинзончики, ну, как-то так. Самую нижнюю полку также я планирую либо под постельное белье использовать, либо под какие-то другие предметы, может быть, даже под вещи, потому что по мере взросления ребенка, я думаю, что у нас будут появляться какие-то вещи на вырост, какие-то вещи более массивные, например, зимние, и поэтому я пока себе оставляю, знаете, такую волю, выбор, что хранить в этом ящике, то есть не хочу, чтобы все было абсолютно на 100% предопределено, буду пока баловаться с вот этим вот ящичком и в него укладывать все вещи. Также у нас еще из покупок для малыша появилось транспортное средство, это коляска. Коляску мы взяли два в одном, Адамекс, если я не ошибаюсь, очень хорошая коляска, мне сейчас очень нравится, я ее сама катила по улице уже, она очень маневренная, но я думаю, что позже в своих видео обязательно сделаю обзор на нее. Также подробнее, я думаю, в дальнейшем я буду делать, снимать видео о том, какие вообще мы делали приобретения, свои отзывы, просто мне хочется снять все эти отзывы именно после эксплуатации тех или иных товаров, чтобы быть наиболее объективной. Также из особенностей, которые я на себе ощущаю, у меня, получается, сейчас увеличился вес, вот, кстати, последние несколько недель вес набирается гораздо интенсивнее, то есть малыш растет гораздо быстрее, чем до этого срока, уже непосредственно у него получается все сформировалось, и сейчас он набирает именно мышечную массу. И я уже набрала, в общем и целом, чуть больше 8 килограмм за свою беременность. И также хотелось бы еще из особенностей заметить, вот у меня, я заметила, очень сильно растут волосы на протяжении всей беременности, вот в длину, у меня, ну вот, по моим ощущениям, они растут гораздо быстрее, чем до беременности. Тем более, в начале беременности я подстриглась под коре, и я даже сейчас пересматриваю свои старые видео, и мне просто кажется, что мне волосы не подняло по часам растут. Как вы видите, уже свободно заплетаю косы, и ничего нигде не торчит. Что касается примет, кстати, я несколько раз уже помышляла о стрижке. Я сама не верю ни в какие приметы касательно волос. То есть я не верю, что нельзя стричься во время беременности, или нельзя окрашиваться. То есть мне кажется, это каждый сам для себя решает, верит он в это или нет. Ну, я себя настроила на то, что это все предрассудки, и вот в это я верю, что это все предрассудки, и не стоит заморачиваться. Но поскольку мои близкие, в частности, мама, верит в такие приметы, то я не хочу расстраивать, поэтому пока что держу себя в руках. И вот то, что вы наблюдаете на моей голове, это процесс отрастания коре. Бесформенная немного, но я над этим работаю. После родов, если я этот момент не перетерплю, то, возможно, даже почикаю волосы себе. Ну, посмотрим, не будем загадывать. Двигаться мне сейчас, в принципе, по-прежнему легко. Единственное, конечно, когда уже в лежачем положении нахожусь, приходится маститься и переворот с одного бука на другой. Он лично у меня вызывает какие-то кряхтения. И я уже такая очень неторопливая барышня, весьма медлительно. Также я не так давно была на УЗИ. Это уже, получается, был третий у меня скрининг. И на этом УЗИ еще раз подтвердили, что мы ждем мальчика. Мы уже выбрали даже имя, но не буду пока его озвучивать. И также попросила сделать несколько кадров, несколько снимков своего ребеночка. Он толкается каждый день, я это чувствую. И был какой-то период, когда он еще не так сильно набирал вес, и, видимо, ему было попросторней. И он прям очень интенсивно ощущались его толчки. Сейчас они тоже чувствуются, но вот временами ослабевают, а временами прям особенно вправый бок, почему-то он любит потолкать. Не знаю, уж там чем, локтем или пяточкой. Ну, кстати, по УЗИ сказали, что сейчас он уже лежит вниз головой. Я не знаю, будет ли он еще менять свое положение, но вот на сегодняшний день он расположен именно так. Так, покажу животик, наверное. Вот такой сейчас у меня животик. Как я уже сказала, это 31 неделька. Кстати, я уже начала собирать сумки в роддом, и на следующей неделе я уже планирую пойти познакомиться с врачом, с которым я буду договариваться о родах. Да, мы приняли решение, что роды у нас будут договорные. У нас есть знакомые, которых принимал роды именно этот врач, и отзывы о нем я слышу очень хорошие. И мне хочется перестраховаться, то есть мне хочется чувствовать себя спокойнее, зная, что там у меня есть какой-то знакомый человек. Кстати, я не считаю, что роды обязательно должны быть договорные, поскольку у меня много знакомых, которые о родах не договаривались и хорошо рожали. Много знакомых, которые договаривались и хорошо рожали. И обратной ситуации также мне известно. Я думаю, что вы тоже слышали самые разные отзывы. Я себя настраиваю на хорошее. Я каждый день говорю своему сыну, что у нас будут легкие и быстрые роды, и что они сложатся для нас обоих самым лучшим, благоприятным образом. Поэтому всем рекомендую так делать. Нужно настраивать себя на позитив, и то, что все будет у нас хорошо. В планах также у меня покупка кроватки. Кроватку я решила брать в Икеа, поскольку там мне понравились по качеству и по цене они. Я не хочу, чтобы это была кроватка с маятниками. Я хочу, чтобы это была устойчивая обычная кроватка белого цвета. И я думаю, что сейчас мы пока не будем ее покупать, чтобы не загромождать нашу квартиру. А буквально, может быть, через месяц приобретем. Также я приобрела себе платье для выписки. Вот не знаю, почему-то меня и в детских вещах, в частности коляска, и в своих вещах прорвало на бежевый цвет. Никогда раньше его не любила. Ну, как бежевый, вот такой вот бежевый-золотистый, вот где-то вот близко рядом. И я себе купила платье, оно такое все ажурное, покупала в H&M. И я, честно говоря, не представляю, как оно будет на мне смотреться после родов, как я буду в нем выглядеть. Но сейчас мне очень нравится. Мне кажется, оно так подходит к случаю. Но я в нем почти как невеста. Вот, для нашего сына я также подобрала вещи для выписки. Я, кстати, очень долго думала, поскольку у меня роды в июне, и у нас обычно в это время уже очень жарко. Я не хочу покупать никакие конверты для выписки, поскольку нет в них необходимости. Если бы малыш был зимний, то да, я еще согласна, что можно их купить и потом использовать еще для прогулок. Летом же я вообще не вижу смысла заморачиваться, тратить деньги и покупать такие конверты. Я приобрела такую обычную пеленочку белоснежную с уголком ажурным и такой слипик тоже бело-бежевый. Вот не знаю, хочется мне почему-то вот такое покупать, бело-бежевое. Конечно, что-то есть и голубое, но вот как-то не тянет меня особо в одежде для малыша. Вот, знаете, разграничивать мальчик, девочка, вот обязательно мальчик, значит, голубое. Нет, я считаю, что не стоит так ограничивать ребенка в цветах. Мы же носим самые разные цвета, так зачем своего ребеночка ставить в такие цветовые рамки? И да, у нас в гардеробе будет и голубое, и зеленое, и даже, может, что-то и розовенькое. Вот так-то. Что ж, на этом, пожалуй, все. Также в ближайшее время я планирую поискать поближе, где-нибудь рядом с домом, какие-нибудь курсы подготовки к родам. Хочется научиться правильно дышать, потому что отдыхание очень многое зависит на родах. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Желаю вам счастья и здоровья вам и вашим деткам. Пишите комментарии, ставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр и пока. Пока!